ДЕЛЬФИН Может ли топливо, полученное из дельфинов, стать альтернативным источником энергии? Месяцы исследований и тысячи мёртвых дельфинов привели учёных к выводу. Нет. А теперь к главной новости из Нью-Йорка, где, благодаря одному мужчине, совсем скоро произойдёт историческое событие. Дорогой, я люблю тебя. Не облажайся. Запись готова. Волнуйтесь? Волнуюсь. Айк берёт интервью у Бога. Мир был поражён, когда в понедельник появилась новость, что сегодня в полдень Бог будет говорить с Айком Симмонсом, 31-летним страховым агентом из Куинса. Господь? Господь? Я обращался к тебе с самого детства. Это такая честь для меня, что ты ответишь мне. Айк, я твой Господь Бог, Создатель Вселенной. Можешь не подлизываться. Ух ты. Типичный человек. Мой клиент, Бог, заявил, что не будет отвечать на вопросы, которые касаются следующих тем. Смерть, смысл жизни, добро и зло, сотворение мира, молитвы, Библия, и всё, что касается религии. А о чём тогда можно спрашивать? Кулинария. Когда готовишь курицу в глазури, что лучше использовать, портвейн или сухой херес? Хороший вопрос, Сайк. Портвейн нужно добавлять на середине. Тогда глазурь будет более сладкой. Херес с другой стороны. Прошлым летом у моей жены был выкидыш. Было ли это обязательной частью твоего вселенского замысла? Это никак не касается еды. Почему одни печенья получаются идеально золотистыми, а другие сгорают и превращаются в уголь? И что бы они ни делали, они не могут быть счастливы. А ты смазывал противень. Бог, почему ты делаешь жизнь такой поганой? Я могу сказать, но ничего не изменится. Всё равно через 20 минут ты будешь мёртв. Чё? Прессе не удалось найти ничего заслуживающего внимания в биографии Айка Симмонса. Только заметка в его выпускном альбоме, гласящая, «Вряд ли способен сделать что-нибудь важное». Нет. Я... хорошо себя вёл. Я не Санта-Клаус. У меня жена. Она тоже умрёт. Все умрут. А вашей вселенной сегодня наступит конец. Это конец света? Всё было ради этого? Мне нужно расчистить место под новый проект. Но миллиарды людей просто... Ты сам сказал, у них поганая жизнь. Я создам лучший мир. С новыми людьми. У мужчин будет по два пениса. Тогда ответь на вопрос. Почему я? Почему ты говоришь это мне? Ты самый обычный человек. Да я слышал это уже! Но это и есть ответ. Ты был выбран, потому что ты самый обычный человек, с какой стороны ни посмотри. Средний интеллект, средняя привлекательность. Ты самый средний человек на Земле. Было сложно выбрать между тобой и индусом по имени Анджай Катари. Ты самый заурядный человек. Кто, если не ты, может представлять человечество? Айк, ты пришёл сюда, чтобы передать моё послание миру. Скажи всем, что несмотря на то, что вас ждёт кровавый кошмар и взрывы, которые разобьют Землю в дребезге... Да. Мне жаль. Некоторые считают, что на этом интервью Бог объявит о выходе своей новой книги «Новейший завет». Кинокомпания Warner Bros. уже ведёт переговоры о киноадаптации с Райаном Гослингом в роли Бога. Дорогой, я люблю тебя. Не облажайся. Забудь о моих извинениях, Айк. Знаешь, что поднимет мне настроение? Уничтожение Вселенной. У вас осталось 30 секунд. 30... 29... 28... 27... 26... 25... Дельфины не топлива. 24... 23... 22... 21... Я понял. Люди ужасны. И мы убиваем друг друга. И издеваемся над дельфинами ради энергии. Но именно поэтому тебе не нужно уничтожать мир. Мы можем сделать это за тебя. Тебе не придётся пачкать руки. Мы сами мастера в этом. Это не займёт много времени. 7... Если мы будем и дальше жить, то мир и так будет уничтожен через несколько поколений. 4... Тебе и пальцем шевелить не придётся. 3... 2... Я скоро хочу начать новый проект. Ты обещаешь, что вы уничтожите Землю в ближайшее время? Богом клянусь. Срочные новости. Только что появился Айк Симмонс. И он готов сделать заявление. Он идёт. Господин Симмонс. Канал Сибиэн. Скажите, пожалуйста, Господь поверил вам от тайных мирозданий. Что ждёт человечество? Господин Симмонс. Расскажи нам, что тебе сказал Бог. Что же сказал Бог? Отличная работа. Продолжайте. Переведено и озвучено Диафильм Студио Перевёл Юрий Аркалов Роли озвучили Артём Бахтин, Алёна Андронова, Дарья Ёлкина и Михаил Полежаев Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова